Всем привет! И сегодня мы будем знакомиться с новой росой на графической оболочке LXDE. Это R5. Итак, начнём. Идёт привычный запуск. Итак, всё загрузилось. Убираем русский язык. Применить. Окей. Далее. 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 Нас встречает уже классическая обоина RSLinux. Какие-то странные вот здесь артефакты. Зачем они вообще? Не знаю. Нажимаем логин. Так. Итак, система загрузилась. Рабочий стол привычный. С теми же кривыми местами, например, обратите внимание на кнопочку. Но здесь выше кнопочка упирается и получается не везде круглый. Вот. Значки не до конца не поменяли. Ну, тут можно поменять кнопочку на свою какую-нибудь другую. Ладно, не будем это делать. Пусть оставится всё как есть. Интерфейс такой же плоский. Под восьмёрку такой новый. В принципе, LXDE у них неплохо выглядит. Ну, считай, нижняя панель, они немножко... Сказал бы, ну, тема кривовата. В плане того, что значки не вмещаются нормально. Раскладка работает хорошо. Интернеты нужно, можно настроить. Проводная сеть, всякие такие штуковины. Ну, вы поняли. Стройка питания. Здесь у нас центр приложения, которые, как я слышал, уже выпилят версии на LXQT. Данный релиз промежуточный. На LXDE вы вряд ли что-нибудь увидите. Врян-врян. Так, настройки OpenBox. Здесь можно сменить окна. На такие, к примеру, да? Натываем всё как есть. Тут мы можем поменять значки. Поставим классические расы. Значки. Всё будет выглядеть более традиционно. Ну, вот так. Самые простые от LXDE можем поставить. Как всё это смотрится. Виндовенько, я бы так сказал бы, да? Можно поставить классические значки от KET. Поставим мы те, что были. В принципе, удобно. Всё в одном месте можно настроить. У нас большой пакет программы. Видите? Видео плеер, аудио плеер, куча всяких настроек. С графикой зажали разработчики. что-то как-то в интернет. У нас здесь ClavSmile очень легковесный. Почтовый менеджер. Почтовый клиент, можно сказать. Файл Zilla работы с FTP. Firefox. И Pigeon. Здесь можно настроить кучу всяких протоколов, джаберов, ASIC, шмасяк. Тут у нас идёт Libor Office. Здесь у нас неплохая программа для записи системы на флешку, всяческие настройки, диспетчер задач, стройки видеокарты, всякое-всякое. В стандартном у нас идёт архиматор, калькулятор, редактор ярлыков, файловый менеджер, можно сказать, такой блокнотик. И пакетный менеджер классический. Про новый ни черта не слышно. Я думаю, ждать его нужно к версии R6 какой-нибудь. Ну, тут всё по-прежнему. Так. Тут у нас настройки. Групп кустомизер, классная штуковина, экспартед, флэш-плеер само собой понятный. Самбо настройка сети. Куча, 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 куча всякой херни. Здесь уже у нас установщик, который можно установить систему на жёсткий диск. Так. И немножко о самой России. все. После того, как они перестали разрабатывать маратхон и X1, как она называлась, у них появился Enterprise дистрибутив. Это значит то, что все, кто использует фрэш, становятся тестерами. Это что-то в стиле RedHat. То есть для того, чтобы использовать RedHat, вам нужно за поддержку заплатить денежки. То же самое что-то такое наклёвывается здесь. Когда вы используете фрэш, вы его используете, как сказать, вы за него и не заплатили, поэтому и претензий никаких. Используйте самый сырой софт. Там ошиблись разработчики, там Mplayer там отвалился образно. Они извинились там, конечно, в группе. Сказали, ребята, там сегодня не обновляться, потому что Mplayer у нас, к сожалению, удалится. Ну, в группе там народу как бы много, но не настолько, чтобы до всех это дошло. Ну и как бы не очень приятно. А тут как бы никаких претензий, потому что дистрибутив теперь является тестовым. Тестовым полигоном. Поэтому не в обиду разработчикам и пользователям фанатам, я хочу сказать, если вы используете данную систему для более серьезных задач, я не рекомендовал бы использовать Fresh, я рекомендовал бы использовать именно Alt Linux из отечественных операционных систем. ни в коем случае никаких там России на Керунду, потому что это обычные сборки на Ubuntu. Собранные Петями, Катями, всякими Пупкиными, Жопкиными, понимаете? И там вам тем более никто гарантии стабильности не даст. Я сам в свое время занимался, собирал сборку, все это очень прикольно, забавно, всему приходит свое время и предел, это все несерьезно. Поэтому, если вам нужен стабильный дистрибутив, вы берете какую-нибудь шестую или седьмую платформу, я бы рекомендовал седьмую платформу на какой-нибудь на кедах или же на мате, где нет таких частых обновлений, слишком сыроватых, где у вас все будет работать и крутиться долгое время. А нет, так поставьте вообще себе Debian или LTS, Ubuntu, где у вас все будет крутиться долгое время без всяких проблем. А так, что можно сказать? Вот этот данный дистрибутив, это дистрибутив переходного типа, потому что скоро они будут выпускать версию на LXQT, LXDE развивается уже будет самостоятельно или вообще откинет ласты. Рассчитан на компьютер, к примеру, одноядерный Симтрон, 1 гиг оперативной памяти, 64 видеокарта или же 32. На очень старые машины рекомендую Debian LXDE или же вообще на чистом опенбоксе каком-нибудь. Больше сказать не могу, потому что здесь в данном дистрибутиве сейчас обновлены чисто пакеты, каких-то визуальных косметических косметического ремонта здесь нет, кроме того, что они сменили обовину предыдущей версии R4 это было что-то дико страшное, какие-то губы непонятные. В принципе больше мне сказать нечего. Пробуйте сами, делайте выводы, прав я или не прав. Как говорится, дело с войска.